Всем привет! И сегодня у нас на обзоре палитра от Амита Нука Холмы Зайчьих Хвостиков. Да, начнем мы с распаковочки. Я только получила эту палитру и не могу уже дождаться. Нам положили два, значит, это, я так понимаю, лимитка, дыры осеннего леса, сейчас засводчим. И пробничек, я так понимаю, совсем крошка. Но мы тут для самой палитры, поэтому картоночка, все как всегда. Если она раздолбанная, вы будете свидетелями. Ой, она кроха совсем. Вот такая красота, милота. И тадан! Да, маленькая красоточка. Мне так нравится, она такая малютка, но мне так нравится. Так, и нет, она целая. Бумажечку вынимаю. Вот такая нюдва красоточка. Не моя гамма, я не люблю нюд, я очень редко делаю нюд, но я решила ее купить, так как было три палетки. Две из которых совсем в край теплый, то есть не мой одевноглазый блудный кот. Я думала его взять, но потом подумала, не буду я пользоваться. И край карамельных песков. Она вот тоже четверочка, но совсем-совсем-совсем теплая и совсем какая-то неконтрастная. А тут мы сейчас попробуем хоть что-нибудь сделать. Переходим к сводчам и кратким характеристикам, которые есть на сайте. Лимитированная серия палитр Sigil Check-In. Новое прочтение легендарных запусков. Миксы цветов из уже выпущенных палитр, чтобы посмотреть на гамму под другим углом. Окей. Значит, тут у нас всего 4 грамма, то есть по 1 грамму в каждом рефиле. И пойдем по порядку. Первый оттеночек у нас 87 Pion из палитры Коронация. Нежнейший нюд, мягкие влажные лепестки. Пальцы сводч. Неплохо. Сатиновый, но красиво. Красиво, он прям сияющий, мне нравится. Хорошо. Второй оттеночек у нас 053 Голубка из корабля. Профиль оттенка Лапочка. Матовый пыльно-розовый. Мягкий оттенок для построения формы. Вот он у нас. У меня вопросики, конечно, к построению формы, потому что он светлый. Я не вижу его розовым. Вот так. Жюй. Хотя много набрала. Пылит немножечко, но тоже красиво, мне тоже нравится. Далее у нас Охотница 052 из корабля. Вот этот оттеночек. Профиль оттенка Самозабвенная Шермальщица. Акцент Призматик. Зеленовато-розовая акварельная история. Хорошо. Пальцы сводч тоже много набираются. Этот оттенок я хотела прям купить отдельно. Неплохо. Я вижу какую-то рыжину. Возможно, у меня уже глюки. Я дико боюсь всего теплого. И последний у нас 110. Растворение в шепоте из черной перчатки. Профиль оттенка Покровительница Храбрых. Затемняющий мау. Деликатный пыльный гаммы. Окей, вот он у нас. Пальцы сводч. И вот сюда. Как мы видим, палитра в принципе полноценная. Что я сейчас и попытаюсь вам продемонстрировать. То есть из нее можно сделать полноценный макияж. Ничего сложного делать не будем, потому что мили. Ах, да. И то, что нам пришло. Значит, совсем крошка. Ой, такая прелесть. Ой, какая прелесть. Совсем крошка. Ой, какая прелесть. Он как будто бы беленький. Но он такой нежно-нежно розовый в этой коробушке. И второй оттеночек. Это у нас лимитка недели. Дары осеннего леса. Меня по оттенку уже не впечатляет. Но куда-нибудь я его... Ой, фу. Теплая залупа. Теплая залупа. Эх. Не знаю. Но куда-нибудь я его примкну. Пойдет у меня в коричневые оттенки. Ну да ладно. Хочу пробежаться немножечко по палитрам. Значит, коронации у меня нет. И я ее не хотела. Потому что там все сатины и металлики. В общем, все сияющее. То есть она не полноценная от слова совсем. И она теплая такая. Преимущественно такая розовая, оранжевая, красивая. Но не моя. Я бы не стала брать. Далее корабль. Где-нибудь прикреплю все эти дела. Как это выглядит. Корабль был перезапуск. Был ресток. Но тоже я не стала его брать. Потому что для меня палитра какая-то невнятная что ли. И ни один из макияжей, представленных на официальном сайте, в уроках, в инстаграме, мне не зашел. Поэтому я решила ну нафиг ее брать. Собственно, черная перчатка у меня есть. Да. Я ее очень хотела. Я ее купила. Не то, чтобы она меня впечатлила. И как раз вот этот вот оттеночек 110-й, который у нас самый темный. Вот этот вот. Он прям максимально мне не зашел в черные перчатки. Но посмотрим, как он будет работать сейчас в этой палитре. Может быть, это какая-нибудь реформулированная. Реформулированная версия. И все пройдет хорошо. Также, как в обзоре на волка, я добавлю, что Тами рекомендует со всеми матовыми оттенками работать на сухой базе. То есть припудренная века и все дела. А со всеми сияшками работать на прозрачной базе, на липкой базе, пальцем, мокрым способом и прочее, прочее, прочее. Вот. Соответственно, матовые темнеют на влажной базе. И совсем прозрачно наносятся сияшки на припудренном веке. Окей. Фух. Let's go. Рассыпчатой пудрой. Пройдусь, потому что сейчас будет форма. А сияшки я посажу на супербонд. Вот промо и каплэп. Начинаю я с голубки. По номеру это у меня 53 оттенок. Набираю. Сыпется в рефиле. Видим. На кисть набрала и простраиваю. Затемняю немножечко складочку. Так вот, чуть-чуть. Особо никуда не вывожу. Просто затемняю. У меня и так глаза глубоко посажены. Мне особо не нужно никуда там особо стараться лезть. Мне очень нравится оттенок. Он такой нейтральный. Ну, как будто бы прохладный. Как будто бы немножко розовый, немножко коричневый, немножко сиреневый. Очень красивый. Мне очень нравится на самом деле. И тушует прям сам себя. Прям вот идеально наносится. Ну, чтобы он так не наносился на рассыпчатую, господи, пудру. Теперь пойду в гадкий оттенок. Пойду, значит, вам... 110-й. Да. Тоже набирается крошица. И сделаем такую а-ля стрелу. Я раньше очень любила так растя, но когда только познакомилась с брендом Тами, я делала вот макияж такого типа. Супер тушеванная стрела. Ну-ка, можно мне на нижний век еще пустить? Вот так. Угу. И вот сюда в начало тоже бахнем. Над голубкой. В принципе, достаточно пигментированный, тушуется. Каких-то пробелов пятен я не вижу. Можно набить. В принципе, он достаточно темный. То есть, я бы не сказала, что он... Ну, то есть, я вижу какую-то контрастность в этой палетке, несмотря на то, что она прям тотально нюдовая-нюдовая. Но некая контрастность в ней присутствует, что не может не радовать лично меня. Хорошо. Даже поднабью чуть-чуть на правом глазу. Криво. Не знаю, вы мне потом напишите. Я все равно не вижу этой кривизны. И тушу им вот здесь. Полукруглый жужж. Вот тут у меня какое-то как будто бы влажное пятно. И все, залип. Залип наш оттеночек. Не хочет тушеваться красиво. Вернусь к голубке, который мы простраивали в верхнее веко. И чуть затемню вот это внизу. А заодно стушу эти два оттеночка. И вот эту вот границу тоже, чтобы она была поменьше. Не столь очевидной. Тоже потушую. Мою любимую базочку. Ко мне едет уже вторая. Я заказала вчера. Пофиг, тратим деньги. Мне нужна косметика. Pro Makeup Lab. Все по стандарту. Супербонд. Куда бы нанести? Дайте сразу напишите, что я парюсь. У нас будут два оттенка сейчас работать. В уголке один. И на веке непосредственно другой. Наношу базу на все веко. Тоненьким-тоненьким слоем. Чтобы у меня эта нежность вся не скаталась сразу. В жопу и носорога. Нанесем сейчас самозабвенную шарманщицу. 0,52 оттенок. На веко. На кисть набирается отлично. Вот я вижу зелень и розовинку. Я вижу явную, явную доохромность. Несмотря на то, что свет у меня только прямо. Пока что. Мне очень нравится. Боже мой. Я надеюсь, что я влезаю в кадр. Буду надеяться. Мне напоминает. Лисенок огнепалый есть оттенок. Но лисенок он прям слюда. Такая мелкая. Там крупные частички. И вот он доохромит примерно так же. То есть такой зеленовато-розовый оттеночек. Хорошо. И в угол тоже на базу. Посажу пионы из коронации. 87 оттенок. Ой, много набрала. Ну ничего. Уведем пиона вот сюда, наверное. Чуть-чуть. Чтоб не было пустых мест в общем. Жду пока подсохнет. Потому что, говорю, уже дура. Много набрала. Палитра обошлась мне в 1700. Я думала почему-то, что она полноразмерная. То есть там по 2 грамма в каждом рефиле. Но нет. Хорошо. Пион набрался. Поехали. Светлая такая история. Тушу на его наверх. Пушистой кистью нанесу его под бровку в качестве хайлайтера. Да. Вот такой глазик. Давайте добавим ресничек. Снеп Маскара. Почему это тушь? Потому что она термо-тушь. И я могу смывать ее водой. Такими трубочками. Она смывается. Мне очень нравится. Потому что тоже для меня это самое проблематичное. Даже клей для ресниц. Или подводка для магнитных ресниц. Она снимается проще, чем тушь. Второй глаз. Вюх. Здравствуйте. Второй глазик готов. Готов. Что мне хочется. Мне хочется взять кисточку для хайлайтера и пион еще бахнуть в качестве хайлайтера непосредственно на скуку. Это так красиво. Он такой прям нежненький. Какой-то вот персиково-розовый. Шикарно. Хорошо. Перебор. Что я могу сказать по палетке? Ну, во-первых, я в восторге. Потому что я просто купила, чтобы, ну, как бы, ну, три палетки. Ну, нельзя, как бы, все три просрать. Поэтому купим одну, которая такая нюдовая. Да, нам все равно нужно с детьми работать. Надо нюдовый макияж тоже делать иногда. Но она шикарная. Причем все оттенки. Узапа я, наверное, вставлю. Все оттенки мне зашли. Мы видим полноценный макияж. Понятно, что можно сделать что-нибудь посложнее. И, скорее всего, я буду выкладывать в шорты еще макияж с этой палеткой. Чисто вот используя ее одну. Потому что, ну, потому что мне интересно попробовать посмотреть, какие у нее лимиты, пределы. Я точно хочу сделать каткриз с этой палеточкой. И, да, она прекрасна. Посмотрим еще раз на белохромность. Красиво, очень красиво. Мне очень нравится. Десять из десяти. Может быть, кого-то смутит ценник. Но для там и тому, как это нормально. И все оттенки хороши. Все оттенки видны. То есть даже голубка, которая прям, ну, такая вот, тушевочная. Она все равно, ну, то есть, вот я ее вижу. Ну, пен это шедеврально в качестве хайлайтера. Да, ну, это, конечно, расточительство. Но что поделать? Шарманщица. Да, потому что дуахром. Я обожаю дуахром. Но эти хромы. Очень меня порадовало растворение в шепоте. Темный оттенок. Потому что мы видим, что он и тушуется, и строится, и все прекрасно. И стрелочку прорисовали. И контраст виден. Поэтому замечательно, прекрасно. Вот. Не буду дальше лалакать. Вы все видели, как все работает. Так что, если будет листок, если вы хотите отдельные рефилы, если вы хотите рассыпушки, покупаем и радуемся. Потому что палетка топ. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии. Как вам макияж? Как вам палитра? Давайте еще раз на него посмотрим. Да, вот такая она внутри. Да, можно немножко подзасрались. Но это нормально для Тами. Вот такая она снаружи. Минималистичный дизайн. Это стандартная гравировочка. Вот такая вот она сзади. Тут такая базовая информация. Вот. На что бы вы еще хотели посмотреть обзоры, если вдруг вам захочется смотреть от меня обзоры. Я их в любом случае буду снимать, потому что мне прикольно, мне нравится. Мне хочется делиться своей радостью от обладания новой палеткой. И не только с собой, но и с другими людьми. Вот. Поэтому, да. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всех люблю. Всем пока. До встречи в новых обзорах.